Приветствую всех! Это ток-шоу «Погружение в информационную безопасность». И мы сегодня будем говорить о блокчейне, конкретно о пилотных проектах и о безопасности этой технологии. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Булачков, эксперт рынка по блокчейн, и Александр Чубурков, главный специалист по стандартизации блокчейна. Коллеги, добрый день, мы начинаем. Вначале небольшая разминка. Я задам экспертам короткие вопросы и, надеюсь, вы также ответите очень коротко. Александр, вопрос к тебе. Значит, первая ассоциация при слое блокчейн. Технология. Дмитрий? Распределенность. Распределенность взаимодействия. Нужно ли регулировать блокчейн? Как ты думаешь, Дмитрий? Ну, так или иначе, нужно. Мы будем это делать. Любая технология новая регулируется. Мы проходили это с многими, и тут не исключение. Александр, твое мнение? Ну, я бы сказал так, что регулировать нужно общественные отношения по поводу использования этой технологии. То есть, самих стекхолдеров, которые ее используют. А вкладывался ли ты в какое-то ICO? Нет, не вкладывался. Дмитрий, а в ICO непосредственно нет, но на заре, где-то там лет 5-7 назад очень активно занимался, пытался и майнить, и с криптовалютой очень активно занимался. Давайте, не сбавляя темп, будем продолжать дискуссию. Для начала мы выясним вообще, где используется блокчейн у нас в России, какие есть кейсы и примеры. Попросим наших экспертов рассказать об этом опыте. Дмитрий, какие кейсы через тебя проходили? Ну, смотрите, блокчейном я занимаюсь довольно давно. Несколько лет я работал в Центре физической инновации Сбербанка, и там мы развивали тему блокчейна. То, что мне нравится, особенно это сверхфакторинговых операций на блокчейн, этот проект, Сбербанк факторинга, видео, Альфа-банк подключился, ряд других участников интересуются этим проблемой. Это кейс, который реально сейчас используется бизнесом для того, чтобы решать свои проблемы, и он реально использует блокчейн. Очень в простом виде, но тем не менее, для бизнеса это эффективно, это недорого, он отлично заменяет взаимодействие по электронной почте, все доверяют системе, доверяют друг другу. С другой стороны, это не доверие от того, что, ну, доверяй, но проверяй, да, все равно сверки и прочее, это нормальная история в нашей жизни. Мы этим занимаемся регулярно, и как раз блокчейн очень хорошо здесь решает. Ну, и на этом строятся многие другие кейсы. Допустим, обмен информацией между кредитными учреждениями о заемщиках, был довольно хороший проект у Сбербанка, ФАС, Аэрофлота по созданию системы электронного документа оборота, где тоже блокчейн выступил в качестве такой технологической платформы, позволяющей решать задачи доверия, шифрования и передачи. Из кейсов, которые есть у нас в России, очень показательная платформа MasterChain, и вот первое, которое приходит на ум кейсы, это цифровые закладные, цифровые банки гарантии, цифровые аккредитивы. Создается некий такой эффект единой правды, когда все участники вот этого кейса, все участники правоотношения, они могут видеть в режиме онлайн изменение статуса по операции, что очень существенно сокращает сроки на принятие решений и снижает издержки. Какие-то еще, может быть, например, из российских кейсов? Ну, из российских кейсов, как раз с Альфа-банком в свое время предложили решение по кредитивам. Система платежей, Сбербанк, Мегафон, тестировали как раз применение блокчейна для проведения платежей. НРД очень активно, это московская биржа, занимается развитием технологий, применением ее в финансовой сфере. То есть у них есть и голосование, и учет облигаций. То есть там большой спектр финансовых продуктов перекладывается на блокчейн, причем это тоже уже начинает работать. Если говорить о зарубежном опыте, то есть есть ли какие-то кейсы на зарубежном рынке, такие наиболее показательные, про которые можно сказать? Мы мониторим, по сути, рынок, и на международных площадках тоже участвуем в дискуссиях, видим, что очень большое внимание сейчас к управлению цепочками поставок. Используем технологии там. Очень интересные кейсы есть Альянса R3 на платформе Cordo, Марко Поло такой очень, такой по своему охвату очень кейс интересный. И Майерс тоже интересные делает вещи с использованием блокчейна. То есть это не только контейнерной перевозки, более широкая. Так, вот на примере тех кейсов, да, и вообще, может быть, в общем, какие вот сложности возникают при внедрении технологии блокчейна? Сложность – это просто понять, в чем фишка, да, то есть понять прелесть технологии, какие проблемы она решает. Мы живем в централизованном мире, мы привыкли к этому, а блокчейн – это все-таки такой распределенный мир, да, то есть он очень, значит, криптовалюта – это наличка, электронная наличка, она обладает всеми свойствами, да, так же, как мы передаем наличные деньги из рук в руки, без какого-то центрального посредника. То же самое происходит в блокчейне. И вот самое сложное – это переложить наши зачастую централизованные процессы на вот такую распределенную систему. И это, наверное, основная причина, почему такого массового перехода сейчас не существует. Вот сверка факторинговых операций, она очень неплохо ложится на блокчейн. Почему? Именно потому, что там пир-ту-пир взаимодействие разных участников между собой, да, люди звонят друг другу по телефону, что-то выясняют, пишут письма, и это очень хорошо ложится на блокчейн. Многие вещи просто так органично не ложатся, и, может быть, и не надо их переводить на блокчейн, потому что блокчейн, разве блокчейн на самом деле не нужен? Технологических проблем, как правило, никаких не было. В основном это просто этап знакомства с технологией, он проходит быстро. У нас тоже видео написали полтора специалиста, условно, за месяц, по-моему. Мы уже запустили работающую сеть, которая приносила какую-то пользу для бизнеса. Наше законодательство, наша регуляторка, да, она является следствием централизованных архитектур. А сам блокчейн, он изначально был вдохновлен идеями криптоанархизма, вот, Тимоти Мэй. И здесь возникает некое противоречие в том, что бизнес, когда он присматривается, да, и государство, когда он присматривается к технологии, он смотрит, это где здесь я вижу каких-то операторов, хотя бы промежуточных, которые будут отвечать за сохранность и безопасность данных. Где здесь я могу с понятными мне способами идентифицировать человека, как я могу осуществлять конфиденциальность информации. Вот даже сейчас самое продвинутое законодательство в области охраны персональных данных GDPR, мы его смотрели внимательно, на предмет его, как бы, соответствия технологии блокчейна с определенных реестров, оно тоже исходит из того, что там есть промежуточные какие-то операторы, контролер, процессор, который отвечает за сохранность и безопасность данных, и не совсем с классическими системами сообразуют. В каких случаях мы можем использовать блокчейн для реализации, как бы, какой-то нашей задумки? Ну, смотрите, довольно давно в интернете ходит такая схема, которая описывает, как вам нужно, вам использовать, не нужно, в каких случаях использовать блокчейн. Я для себя, на самом деле, сформулирую три основных принципа. Если мы видим, что в рамках какого-то процесса взаимодействует довольно большое количество участников, чем больше, тем лучше, там это не один, два, а десять, пятнадцать, сто тысяч и так далее. Если эти участники взаимодействуют между собой в манере peer-to-peer, то есть у них процесс построен так, что им надо взаимодействовать каждым с каждым, и какой-то центральный контрагент является и выглядит явно лишним. Если им необходима какая-то общая версия правды, когда они должны доверять, но проверять, когда остальные, большинство, все участники сети могут подтвердить в случае спора двух контрагентов, что было так, как говорит один, а не как утверждает второй, для этих целей блокчейн подходит довольно идеально. Внутри одной организации блокчейн, наверное, избыточен. Если нужно решить вопросы, доверие, распределенность решается распределенными базовыми данными, используем кредитографии, хеширование каких-то еще технологий. А когда строится большая система, или открытая тем более, то, возможно, блокчейн может быть в качестве технологической основы очень хорошо подходить. С точки зрения цифровой экономики, значит, звучит, что блокчейн – это некий путь к цифровой экономике. То есть именно в разрезе цифровой экономики как нужно воспринимать эту технологию? И вообще есть смысл ее копать? Смотрел постановление или распоряжение правительства, которое эта программа утверждает. И там есть открытый перечень сквозных технологий, таких как искусственный интеллект, виртуальная реальность, промышленный интернет, большие данные и поименованы технологии распределенных реестров. Большие надежды возлагаются на это, что вот эти технологии позволят продвинуться как в здравоохранении, в построении умных городов, в ректехе, в государственном муниципальном управлении. Я могу сказать то, что сама технология распределенного реестра, в частности блокчейн, она очень хорошая синергия дается с этими технологиями, которые еще поименованы в этой программе. Особенно, вот мне близко, она дает очень хорошую синергию с технологией, с промышленным интернетом, с интернетом вещей, являясь доверенной средой, где будет отражаться вот это МТМ-взаимодействие. Мы закончили первый блок, посвященный кейсам. Мы вкратце обсудили с нашими экспертами кейсы. Готовы переходить ко второму. Итак, мы поговорили о примерах внедрения кейсов как на российском, так и на зарубежном рынке. Давайте немножко углубимся в саму технологию. Дмитрий, какие платформы используются для реализации блокчейн-проектов? Основные два подвиду – это открытые публичные блокчейны типа биткоина, эфириум, альткоинов, которые основаны на входе биткоина. И это так называемые пермишн-блокчейны, частные закрытые блокчейны, которые используются для реализации таких корпоративных систем. Ну, понятно, что в открытых блокчейнах они совершенно свободны. Любой может стать майнером, участником, завести себе кошелек, использовать, переводить деньги. А для того, чтобы работать с пермишн-блокчейном, надо войти в состав какого-то консорциума, в какой-то организации, которая его развивает. По поводу мастер-чейна, да, вот что это за платформа? То есть это какой-то новый блокчейн? То есть чем он отличается, скажем, от существующих? Почему он появился? Два основных различия. Один он потом поправит, добавит. Мы взяли платформу, которая основана на блокчейне Этериума, потому что там есть смарт-контракты. Достаточно долго проводили исследования, выбрали именно эту платформу. Реализовали на ней как бы раздельный доступ, разграниченный доступ. То есть есть доступ к сети, есть доступ к валидации транзакций, да, к майнингу. Есть доступ в разрезе кейсов. Дальше второе отличие. Оно как бы произрастает из наших регуляторных требований. Нам необходимо было реализовать там стандарты, да, ГОСТа по защите информации. Соответственно, здесь на уровне программного было реализовано такое решение, когда система будет соответствовать ГОСТам по криптографии. Сейчас это форк Эфириума, взятый в конкретную выделенную ветку, где поменяна криптография на ГОСТовую, она сертифицируется. Ну, еще из таких изменений это поддержка постоянного уровня сложности в сети, но чтобы избежать вот этой гонки вычислительных мощностей, которые характерны для публичных сетей. А Мастерчейн это вот единственный блокчейн, где есть ГОСТ? Я думаю, что со временем тот же Hyperledger обзаведется модулем ГОСТового криптошифрования, потому что как только вы начинаете работать с какими-то госорганами, вам это просто необходимо. Если пока все идет на уровне коммерческих структур, в принципе, ГОСТовая криптография не особо нужна. На ранних этапах, наверное, так или иначе, все пытались как-то прикрутить ГОСТовую криптографию к Эфириуму. То есть в Сбербанке у нас были такие опыты, в принципе, это было несложно, мы это сделали, но просто если есть мастер-чейн, да, если мы участники мастер-чейна, то банк участник, мастер-чейн городить собственный огород, наверное, будет слишком сложно и неправильно. Да, ну в основном это, наверное, регуляторные факторы, но факторов на самом деле больше. Какие сервисы можно перевести на блокчейн, как их использовать, как монетизировать, эти вопросы открыты, не всегда понятны, и, собственно говоря, проще их оттестировать в закрытых сетях в рамках какого-то консорциума. Безопасность большой фактор влияет. Также какие-то вещи, связанные с тем, что современные блокчейн, открытые публичные блокчейн-платформы, построенные на профи-форк, то есть на доказательстве работы, и требуют зачастую больших вычислительных ресурсов, криптовалюты очень неплохо подорожали в последнее время, и, допустим, запустить какой-то сервис на Эфириуме может просто стоить очень дорого и пока не имеет смысла с конмерческой точки зрения. С другой стороны, в закрытых вполне себе может решаться текущие небольшие проблемы компании. Это позволит компании принять технологию, включить ее в свой стэк, потому что крупные компании еще имеют технологические стэки, так нельзя просто внести какое-то из программирования, какую-то систему, то есть она должна быть адаптированной, поддерживаемой, безопасной, отвечать каким-то корпоративным стандартам. Собственно говоря, сейчас идет именно процесс внедрения блокчейна в корпоративную среду. С точки зрения безопасности, какие еще могут быть проблемы с этой технологией? Помимо того, что, скажем, есть проблемы с идентификацией в публичном блокчейне, то есть такого уровня проблемы, то есть проблемы, связанные с безопасностью. И вообще могут ли такие проблемы возникать? По большей части такие приватные блокчейны, они как раз и по самому дизайну так спроектированы, чтобы от этих проблем уйти, чтобы не было возможностей компрометации ключей с использованием социальной инженерии или проблем, которые возникают при ICO, когда люди изначально не собирались делать реальный проект, заручать деньги. А сейчас как бы решаются вот эти проблемы, связанные с идентификацией, то есть KIOIC так называемые. То есть на мастер-чейне он как бы реализован с помощью этого узла валидирующего. Просто для того, чтобы стать участником мастер-чейн, вам надо подписать соглашение об участии, вам надо, скажем так, раскрыть информацию о себе, принести какие-то свои уставные документы. Да, то есть остальные участники должны на это посмотреть, сказать, что да, мы знаем этого участника, готовы его включить в работу системы и выдать какие-то вагин, пароль для подключения к системе. В плане вот безопасности самой технологии, то есть смарт-контрактов, да, то есть помимо того, что есть риски как бы вот именно, значит, неправомерного участия в блокчейне, то есть какие-то риски именно связанные с непосредственно технологией присутствуют? Ну, естественно, люди пишут код, они могут ошибаться, там, преднамеренно, непреднамеренно, какие-то ошибки, которые могут довольно серьезно повлиять на работу, на целостность данных, но это решается, там, тестированием, мониторингом, соответственно, системы. Это традиционная для IT-систем проблемы, с которыми научились айтишники жить, работать и бороться. Есть отдельный пласт вопросов, которыми занимаются и в банках о службе безопасности для того, чтобы грамотно, качественно использовать технологии блокчейн, тут несомненно. Ну, они, я еще раз говорю, они больше такого общего характера, связанные с традиционными IT-угрозами. То есть сейчас там, грубо говоря, написать безопасный смарт-контракт, ну, это как бы уже, в принципе, ну, такое рядовое дело, да? Да, существует масса инструментов разработки, да, то есть надо понимать, что, допустим, два года назад, когда Ethereum только появился, все писалось там в консоли, да, фактически. Не было возможности отладить, проверить, протестировать. Сейчас все инструментарии очень развиты, а там Microsoft предоставляет инструменты, очень много сторонних инструментов, которые позволяют так или иначе протестировать написанный код, и безопасность повышается и за счет этого в том числе. Спасибо. Это был второй блок, в рамках которого мы обсудили именно подходы, да, к реализации технологии блокчейн на разных платформах и коснулись вопросов безопасности. В третьем блоке мы с экспертами коснемся таких вопросов, ну, как ICO и законодательную практику. Обсудим, насколько это возможно. Дмитрий, по поводу ICO, для наших зрителей, для тех, кто не в курсе, да, можешь объяснить, то есть в чем смысл ICO и почему такой, как бы, кипиш вокруг этого был в последнее время? Ну, ICO, собственно говоря, довольно понятная история, да, то есть это привлечение средств для развития своих проектов. Такие, ну, скажем, первые попытки были довольно давно, там, 4-3 года назад, да. Хороший пример это ICO Ethereum, да, когда Виталик Бутерин собирал какое-то количество биткоинов для создания новой платформы, обещая, там, тем, кто поучаствует именно токенами в новой платформе. Вот, и изначально это все-таки было движением в блокчейне, да, то есть люди привлекали крипту для развития своих криптопроектов. Такой аналог, альтернатива традиционному IPO или какому-нибудь финансированию от инвесторов, да, когда широкие массы могли поучаствовать в проекте и получить потом какую-то прибыль или какую-то для себя пользу от нового стартоварства с проекта. Ну, вот последний полтора или последний год, да, принес, в общем, ICO в нашу жизнь уже во всей красе, да, то есть на ICO не выходил только ленивый, были ICO, не знаю, там, строительных проектов, золотых коинов, шахт, бананов, там, что угодно, но сейчас все это дело немножечко схлопывается, регулятор по всему миру начинает к этому относиться, с большим вниманием, зарегулируют это инвесторы, потеряли довольно большие деньги, потому что во многом проекты оказались так называемыми скамовыми, да, то есть просто откровенным мошенничеством, и сейчас рынок переживает такую стадию катарсиса, да, то есть когда он переходит из дикой фазы в какую-то более регулируемую, как внутри, так и снаружи, и посмотрим, во что это выльется. Вообще сам по себе история довольно-таки интересная, я думаю, будет развиваться на новом этапе, на новом витке. На твой взгляд, вот в будущем, какие ICO, возможно, стрельнут, и вообще как бы этот рынок, там, грубо говоря, уже ушел от частных, да, мелких инвесторов и перешел в некую стадию такого более глобального рынка с крупными игроками? Сложно сказать, действительно, здесь есть два момента, почему такая популярность, даже, может быть, три такая популярность была у ICO. Первое, то, что технология, она позволяет достучаться до очень широкой аудитории. Второе, то, что это было недорого совершенно сделать по сравнению с ICO. И третье, это то, что был некий такой регуляторный такой пробел. Многие очень стремились в эту область, и я думаю, что последствия, конечно, вот этих вот ICO, которые были проведены, еще будут долго там аукаться. Угу. И вот эта ткань берет на себя ответственность за то, что происходит. Поэтому, с одной стороны, сейчас вот мы наблюдаем процесс, то, что у нас порядка четырех законопроектов находится в Государственной Думе. Там есть законопроект, который выносит изменения в Гражданский кодекс, он вводится до новых объекта, а-ля криптовалюту и а-ля токен. Вот. Есть законопроект, который регулирует обращение, да, токенов и криптовалют и, соответственно, условия такого обращения. Есть законопроект о краудфандинге, который в какой-то части говорит, что вот для краудфандинга может использоваться технология, связанная с токенами. Ну, пока это все очень, я бы сказал, будет такой за счетной стадии. То есть далеко еще говорить о том, что вот если вот в данном видео это будет принято, то, что это прямо создаст некие положительные условия для развития этой технологии и прямо инвестиции потекут рекой. Там еще нужно много доработок делать. Ну, экспертная группа работает над этим, и там вполне логичные и рациональные предложения звучат. В новостях мы слышали, да, о таких вот примерах ICO, да, крупных, и также мы слышали о примерах, когда эти ICO взламывали. Вот на ваш взгляд, как бы основная опасность с точки зрения информационной безопасности для ICO проекта, в чем может заключаться? Основная опасность ICO проектов, особенно для инвесторов, что участники, организаторы с их деньгами куда-нибудь денутся, да, то есть это на самом деле ничего нового, такой переживал с прибывами в доткомов. С точки зрения информационной безопасности, безопасность, основная это проблема безопасности кошельков, где хранятся токены, опять-таки, как мы упоминали раньше о социальной инженерии, традиционные технологии, позволяющие получить доступ и вывести их. Ошибки в смарт-контрактах, которые проводят ICO, довольно распространенно, особенно на первых этапах, была проблема, но сейчас возникла довольно неплохая индустрия, которая позволяет проводить ICO, там, и на техническом уровне, и на маркетинговом, поэтому каких-то специфических рисков, специфических проблем, мне кажется, быть не должно, если вы не пытаетесь с нуля написать там новый совершенно контракт, который выпускает ваши токены, то, скорее всего, у вас не будет проблем. Наверное, если поискать в Google, то можем найти и неплохие бесплатные примеры контрактов, как-то их адаптировать к себе, либо обратиться к специалистам, которые решают эти проблемы. Главное, не изобретать велосипед и не пытаться, не умея работать с какими-то электрическими приборами, то есть на уровне такой общей гигиены. Мы обсудили наш третий блок, на этом мы завершим и будем подводить итоги. Итак, настало время подвести итоги нашего сегодняшнего обсуждения. Давайте пробежимся вкратце по хронологии обсуждения. Мы выяснили, что блокчейн – это действительно технология, о которой говорят многие. По сути, хайп этой технологии уже позади. Сейчас эта технология трансформируется в нечто более осознанное как с точки зрения бизнес-сообщества, так и с точки зрения государства. Текущая законодательная практика говорит о том, что блокчейн в России будет регулироваться на государственном уровне. Затем мы обсудили варианты использования различных платформ для создания блокчейн-проектов. И Дмитрий поделился опытом создания кейсов, интересных кейсов на базе платформы Ethereum. Но в любом случае нам, как специалистам по информационной безопасности, необходимо помнить о рисках, связанных с безопасностью этой технологии. И, по сути, риски эти могут возникнуть на разных технологических уровнях. Я говорю и про смарт-контракты, и про риски участников в сети, и про риски со стороны самих организаторов этих проектов. Если мы говорим про ICO, мы можем попасть на какое-то мошенническое ICO. И в заключении мы поговорили именно о, опять же, об ICO и о том, какие угрозы безопасности таят в себе эти проекты. И, дорогие зрители, спасибо, что были с нами это время. Если вам понравилось видео и понравились наши эксперты, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях вопросы. Я их передам экспертам, либо ваше мнение об этом выпуске. Спасибо.